Добро пожаловать на канал Готовим Просто и Вкусно! Сегодня четверг, последний четверг, чистый четверг перед Великим Праздником Пасхи. Обычно к этому дню христиане стараются навести порядок в своем доме, красят яйца и пекут куличи. Конечно, в наше время купить кулич в магазине не проблема, но и спечь кулич самому, дома, куда интереснее и приятнее. Хочу предложить Вашему вниманию самый простой и беспроверочный рецепт пасхального кулича. Этот кулич получается всегда, даже у начинающей хозяйки. В емкость, где будет подходить тесто, наливаем 120 мл теплого молока. Добавляем 30 г сырых дрожжей и перемешиваем, пока дрожжи не растворятся в молоке. В отдельной емкости разбиваем 4 куриных яйца. Яйца должны быть исключительно комнатной температуры. Если взять яйца из холодильника, они сильно остудят жидкость и дрожжи не будут работать, то есть Ваше тесто не будет подходить. Туда же добавляем 3 г ванилина, пол чайной ложки соли и 200 г сахара. С помощью миксера на самой низкой скорости перемешиваем все ингредиенты. Возбивать до пышности не надо, достаточно просто перемешать до однородной массы. В емкость к молоку с дрожжами выливаем сладкую смесь. Туда же добавляем 120 г сливочного растопленного масла и вводим постепенно муку. Я обычно это делаю в 3 приема. Если добавить смесь в муку сразу, то будет проблематично вымесить тесто. На то, чтобы вымесить тесто, мне понадобилось минут 15. Оно не должно липнуть к рукам. Субтитры подогнал «Симон» Затем укрываем пищевую пленку или убираем в пакет и отправляем в самое теплое место в вашем доме. На плите, при включенной духовке, тесто подошло у меня за 2 часа. Оно должно увеличиться в объеме в 3, а то и в 4 раза. Снимаем пленку, смазываем руки подсолнечным маслом и обминаем тесто. Кладем предварительно замоченный изюм и вымешиваем, пока он равномерно не распределится по всему тесту. В принципе, тесто готово. Далее берем форму для кулича. Я взяла в этот раз бумажные, одноразовые, но в силиконовых тоже можно. С помощью кулинарной кисти смазываю их, чтобы была красивая румяная корочка и форма легко снялась с готового кулича. Заполняю форму теста на 40%, чуть меньше половины. Итого у меня получилось 4 кулича по 300 грамм. Теперь каждую форму теста на 40%, чуть меньше половины. Теперь каждую форму накрываю пакетом и отправляю на расстойку в теплое место. Растаивались они у меня также на плите при включенной духовке. Ушло на это час времени. За это время тесто очень хорошо подошло и поднялось до края формы. Снимаем пакет и отправляем в предварительно разогретый до 170-180 градусов духовой шкаф минут на 40. По готовности, а готовность проверяется с помощью бамбуковой палочки, вынимаем ключи и даем им полностью остыть. Когда выпечка полностью остынет, можно приниматься за приготовление глазури. Глазурь я буду делать не на яичных белках, как многие привыкли, а на желатине. Мне кажется, так проще и вкусней. В пиалочку высыпаю 1 чайную ложку желатина и заливаю 2 столовыми ложками холодной воды. Хорошо перемешиваю и оставляю минут на 15 для набухания. А тем временем приготовлю сироп. В кастрюльку высыпаю 200 грамм сахара и добавляю 4 столовые ложки воды. Ни в коем случае не добавляйте больше воды. После нагревания ваш сироп станет жидким, как раз таким, какой необходим. Включаем огонь и при постоянном помешивании доводим до кипения, но не варим. После того, как закипит, выключаем и даем пару минут ему остыть. Затем добавляем желатин и очень быстро с помощью миксера перемешиваем. А затем на самой маленькой скорости взбиваем до белого цвета. На все это перемешивание и взбивание уйдет пару-тройку минут, не больше. Затем остывшие куличи, точнее их верхушки, обмакиваем в глазури и украшаем по собственному желанию. Приятного аппетита и светлой вам Пасхи, дорогие мои! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...